Владимир Путин подписал закон, повышающий на 5 лет предельный возраст пребывания в запасе Нравится им почему-то эта цифра 5 Пенсионный возраст настолько же увеличивали Теперь вот это, ну да мы отвлеклись Значит отныне К первому разряду запасников будут относиться граждане до возраста До 40 годков, было до 35 Ко второму до 50, было до 45 К третьему до 55 включительно Прикиньте мужики, как мы с вами резко помолодели А впрочем это было бы смешно, если бы не было как обычно Плохие у вас дела, товарищ призывник У кого они сейчас хорошие? У вас дела не просто плохие, а еще хуже Чем раньше? Гораздо Кошмар Кошмар Разумеется, паникюры разного рода тут же пустили вой по рунету Ребята, и нас ждет вторая волна мобилизации Один дурак прокричал, второй подхватил, третий их растиражировал Особенно убедительно, конечно же, все это выглядит на фоне горячих новостей Прошлой недели о повышении штрафов За неявку к военкому по повестке с 3 до 50 тысяч рублей Потом, правда, порядок цифр несколько подкорректировали Опустили планочку до 30-ки И тем не менее, народ уже начал греться 40-летние юноши пакуют свои вещи на случай непредвиденного рывка 50-летние мальчуганы пьют корвалол Еще более старшие пацанчики пачками едут в кардиоцентр с сердечными приступами Сейчас давайте немного подробнее на уном остановимся и попытаемся провести анализ Кому и зачем все вот это вот потребовалась реальная журналистика Из полей по-прежнему доносится печаль Тема с сегодняшнего выпуска Поехали! На самом деле, вот лично я просто уверен Вся эта история не про мобилизацию первая Ну кому нафиг нужны на фронте дяденьки за 40 с пивными животами и кучей возрастных болячек? Ну он же километр пробежит и задыхаться начнет А если еще в полной выкладке? Мужики за 40, блин! У кого-то суставы больные У кого-то давление скачет У кого-то аритмия У кого-то даже рассеянный склероз И с этим ничего нельзя поделать 40 лет это рубеж Когда начинаются возрастные изменения Но организм-то изнашивается Не забываем Дядки, в отличие от теток, как к врачам ходят? Правильно, когда совсем прижало и не в моготу До этого прекрасного момента мы о чем думаем? Хааа, как-нибудь само собой рассосется Но это не точно Второе В плане профпригодности в войсках Такой пассажир там тоже Не самая полезная боевая единица Даже если он когда-то служил срочку Слушайте, ну это когда было-то? Четверти века назад плюс-минус И что он сегодня вспомнит? Вот я, бывший артиллерист В прошлой жизни даже отличник Боевой и политической Правда, это действительно Осталось в прошлой жизни Сегодня меня подпустить к той самоходке Да я же ее не заведу никогда Не говоря обо всем остальном Поэтому и спрашиваю Вполне справедливо За каким лешим такой боец нужен на передовой Еще раз Эффективности от него ноль целых хрен десятых Только боекомплект пустую расстреливать станет Врача за ним везде таская И грузовик с таблетками Ну и про дисциплину не забываем Как этими дядьками, блин, командовать-то должны Лейтенанты и капитаны сопливые Как правило, мужик к сорока годам Это уже состоявшийся мужик Он чего-то добился в жизни У него может быть свой бизнес Или по крайней мере должность какая-то Скажем, руководящая Пошлет он того летеху куда подальше И привет родителям Особенно если командир малограмотным мямли Окажется А таких пруд-пруги Это ведь тоже очень серьезная проблема Дисциплина в армии Первое дело На ней все держится Вот я и задаю вопрос Зачем Самим военным главным образом Вся эта махновщина На кой ля Нет слов Мне кажется, в данном случае Цели преследуются со всеми Ныне именно экономически Не секрет ведь, что доходы бюджета Полтора года к ряду После начала известных событий Растут только в отрицательную сторону В то время как расходы-то как раз увеличиваются Переломить ситуацию не получается Какие бы грамотные меры Не предпринимал финансовый блок в правительстве Этого недостаточно А бабки нужны сейчас Плюс выборы на нас Тоже весьма затратная статья Очень-очень затратная Ну вот, видимо, и решили там Ребятишки подключить К процессу штрафа Добывающую промышленность Иными словами Это история об ограблении наших соотечественников Вот и весь секрет Полишанеля Это нет мобилизации Это чтобы пополнить бюджет Все правильно Сейчас 10 миллионов повесток 50 тысяч штраф с повесткой Все норм И полтриллиончика готова в этом бюджете Делай деньги Делай деньги А остальное все 3-5-5 Ну вот видите Не один я так считаю оказывается Кстати В подтверждение данной версии Работают те самые изменения О которых упоминал чуть выше В понедельник В Госдуме предложили все-таки Снизить сумму штрафа за неявку в военкомат С 50 до 30 тысяч рублей Ну видимо Прикинули хрен к носу Полтинник все-таки много Не каждый скрипец осилит такую сумму А вот 30 тысяч уже более-менее разумно выглядят Такой ценник гораздо более подъемный Даже для бедноты Значит и соберем больше в конечном итоге Ну а дальше вы слышали Рассылайте повестки всем без исключения По всем трем разрядам Находящихся в запасе Процентов 80 Стопудово их проигнорят Ну и начинай считать лаве Уважаемые товарищи Хочу сказать Что специальные военные операции Идет в строгом соответствии с графиком По плану Все поставленные задачи Успешно решаются Ага А вот еще один пруф Подвезли к моей вот этой вот догадке Отток капитала из России С начала СВО достиг рекордных 253 миллиардов долларов Такие данные приводит Центр макроэкономического анализа Причем что самое забавное 64 из тех 250 ярдов То есть четверть Всей суммы Это деньги физических лиц Смотрите какая штука получается Не только бизнес Бежит из нашей страны И выводит отсюда все Что можно вывести Но и обычные граждане Тоже не очень то верят В великого гроссмейстера Геостратега и геополитика 253 миллиарда долларов Вдумайтесь в эту цифру Примерно столько же Кстати российских Золото валютных резервов В данный момент Заморожено на западе Ну чуть больше Там 316 И это половина От всех ЗВР Теперь выясняется На достигнутом Мы не остановились И прокакали За последние 18 месяцев Еще целую кучу денег В эквиваленте Четвертую часть Всех накоплений государства За 30 лет Короче говоря Растем как бамбук Экономика укрепляется И еще что-то там укрепляется Браво танцующим Я хочу сказать Что санкции Это не то Что нас не сломит Это то Что нам нужно сейчас Путин вывел страну Из позора И нищеты 90-х годов Отрыжка Болотной площади Правильно Что никогда Россия На коленях Стоять не будут Вот эти К нам еще Приползут на коленях И будут просить Наших новых технологий Наших космических Программ И мы еще будем Кормить Европу Америку Ну а пока ты считаешь Копейки Хеллоуи режима Ни в чем себе Не отказывают На медник Сеть протекла Прелюбопытнейшая Информация Патриот Олег Газманов Выступит на дне Города в Нижнем Тагиле За Внимание 9 миллионов Рублей И даже Немножечко Больше Чего Того Вы не ослышались 9 миллионов Рублей Ровно в такую сумму Бюджету Нижнего Тагила Обойдется выступление Престарелого Патриота Акробата Информация об этом Размещена на официальном Сайте Госзакупок Вот она 19.07 Зачитываем Услуги По обеспечению Участия Приглашенных Артистов В праздничной Программе В рамках Празднования Дня Города Народный артист Российской Федерации Газманов Олег Михайлович И сумма Вот она Справа Добавлю Если кто-то думает Что Олег Михайлович За эти бабки Весь следующий Месяц В Тагиле Петь собирается Я вас расстрою Старичок Будет напрягаться Аж целый Один час С 22 До 23 00 Красавчаги Путин Президент Мира Ура Вообще Молодцы Эти патриоты Хорошо устроились Нам значит С экранов Телевизоров Впаривают Всякую байду О непростых временах О том Что сейчас Не стоит Думать о низменном Лучше сплотиться Вокруг скреп И главного Скриподержца Или скриподержателя Скриподержца Наверное Так красивее Вот Сплотиться Затянуть пояса Если потребуется Поголодать Если потребуется Еще там что-то Сделать А сами В это время 9 лямов Лупят за час Выступления Ну Патриоты Ух Патриоты Вот ведь Родину Так как любят И главное Недорого Мы противостоим Очередной попытке Отнять Наше богатство Земли Ресурсы Попытки Уничтожить Нашу культуру И истребить Наш народ Но мы Как всегда Выстоим И победим Так было В России С далеких времен Чем выше Давление Тем крепче Бетон Боже Какая Шутка Однако Что самое Обидное Теперь уже Без стеба Вот таким Вот псевдопатриотам Типа Газманова Им же удается Дурачить Наших соотечественников Люди-то Действительно Верят Этим Алчным упырькам Верят Что за идею Верят Что за страну За народ За русские березки А у русских березок Оказывается Цена есть В миллионах Измеряется Впрочем Вот эта вот часть Марлезонского балета Та что про миллионы Она же в закрытом режиме Существует Поэтому В пустых головах Кребцов Оседает только Правильный гумус Ну и под занавес Честно Не мог Пройти мимо И не показать вам Вот этого вот персонажа Наслаждайтесь Ну например Американцам В основном массе Все равно Кто президент Им были жить хорошо Платить налоги Дом Кредиты Оплачивать Хорошая машина Хороший дом Больше ничего не надо Им без разницы Кто там А кто еще нужно То в жизни Вот А кто им правит А плохой Хороший Все равно А вот в России Вы как бы оценили Вот применимость Этой цитаты Нами хорошие люди Продают или плохие Ну в России Да Я Путин считаю Если бы не Путин У нас страны бы уже не было Я вот даже не знаю Как он ее комментирует Если честно Американцы негодяи Им лишь бы пожрать Посытнее Чтобы хорошая машина Квартира Работа Деньги на кармане А кто ими правит Им абсолютно Все равно То ли дело у нас Без еды и денег На помойке В рваных трусах Без какой-либо уверенности В завтрашнем дне Зато прикольный Так какой у нас царя Все Переваривать Это была реальная журналистика Подписывайтесь на канал Лайки, репосты Приветствуются Это помогает Продвижению видео В соцсетях тоже жду Напоминаю Во Вконтакте В Однокласснике Через VPN Остальные площадки Без ограничений Друзья Добавляйте С темы Предлагайте Под ними Мы обсудим А я за всем Спешу откланяться Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok